МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мифы о слышащем государстве разрушают факты сотен преследований за мирные митинги в Казахстане. Команда пропагандистов и псевдо-оппозиционеров строит видимость, что в стране работают уведомительные принципы и люди могут свободно выступать на площадях. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На разрешенных властью митингах и в разрешенных местах собираются одни и те же сторонники Жанбалата Мамая. Они изображают митинг под охраной спецназа, в то время как сотни мирных людей под наружным наблюдением рискуют попасть в изолятор за репост в соцсетях. Не то что за мирные собрания. Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция. Вы ее знаете, мы будем ее закреплять законодательно. Уведомительный принцип, о котором говорил Токаев, это циничная ложь. Граждане Казахстана выслали в Акиматы более 60 уведомлений и на все получили официальные отказы. Как и раньше, при Назарбаеве власти запрещают митинги и арестовывают активистов. Только теперь еще есть Мамай, который со слышащим государством Токаева перешептывается на ушко. Далее я хочу привести пример Гербола Исхожина. Его обвиняют, что он неоднократно призывал на мирные митинги, а вообще в конце мая прошлого года сказал, что на митинг Мамая он не пойдет, а вот если ДВК объявит мирный митинг, он пойдет. И ему это инкриминирует, обвиняет его в том, что он оказывается поддерживает экстремистскую организацию демократических выборов Казахстана. То есть получается, что если ты пойдешь на мирный митинг Мамая, прокладки власти, у тебя нет проблем. А если ты говоришь о намерении пойти на митинг ДВК, то все, ты экстремист. Представляете, что мирный митинг, следователи так и пишут, призывал на мирный митинг. Санкционированный, несанкционированный имеет значение. В прошлом выпуске мы показывали правозащитницы ЗАКТАУ. Обеих участниц пикета незаконно оштрафовали на 145 тысяч тенге, якобы за нарушение закона о мирных собраниях. Они просто стояли перед зданием Акимата с плакатом за освобождение политических заключенных. Судьи пишут в постановлениях, что Шалпан и Улбалсын признали вину. Но это ложь, потому что они признали лишь свое участие в пикете. Это не признание вины, ведь у всех граждан есть право на мирные собрания. Это гарантирует Конституция Казахстана и международные договора. Даже по словам самого Токаева, они не виновны. Ведь они заранее уведомили Акимата о митинге и воспользовались своим законным правом на мирные собрания. Между прочим, Токаев приказал правительству защищать это право граждан. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на воле изъявления, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право. И оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом. Правозащитницы уведомили и вышли на мирный протест с требованиями прекратить политические преследования и выполнить резолюцию Европарламента. Но их незаконно задержали и увезли в полицию, где продержали около пяти часов. Имена Шалпан и Убалсын упоминаются в резолюции среди правозащитников, которых преследуют по политическим мотивам. Евродепутаты также призвали власти остановить преследование. Задержав правозащитниц, режим опровергает слова Тукаева о слышащем государстве и уведомительном принципе мирных собраний. Жан-Мурат Аштаев, Ерлан Файзуллаев и Нуржан Абельдаев находятся под домашним арестом, пока назарбаевские следователи фабрикуют против них обвинения в экстремизме. Жители Шимкента участвовали в мирных протестах и помогали в сборе гуманитарной помощи для семей политических заключенных. Но власти видят в этом экстремистскую деятельность. В отношении Аштаева также сфабриковали уголовное дело за подкинутый ему во двор пакет марихуаны. Но общество давно осознало, что активистов преследуют за их гражданскую позицию, а не за реальные преступления. Многодетные отцы лишены возможности работать и содержать своих детей. Власти пытаются надавить финансово. Их счета незаконно заблокированы. Мы призываем наших зрителей поддержать семьи политпреследуемых. Вы можете отправить 500 или 1000 тенге в помощь семьям политпреследуемых. Давайте поддержим активистов в борьбе за нашу общую свободу. Канал 1612 существует благодаря вам. Перейдите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы поддержать нас финансово. Вы можете пожертвовать любую сумму в валюте. Она автоматически конвертируется в тенге по курсу вашего банка. Благодаря вашей поддержке наш канал развивается и растет. Более 80 тысяч солдат окружили юго-восток Украины. 40 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники собрали российские войска на границе с Донбассом. Еще 40 тысяч расположены в Крыму. Напряженность растет и на море. В Черное море направлены 15 кораблей Каспийской флотилии. После протестов в Беларуси там также растет российское военное присутствие. Государства совместно проводят учения «Запад-21», приближаясь к северным границам Украины и Киеву. Это было ожидаемо. Путин устроил демонстрацию силы перед Западом. Съемки военных эшелонов публикуют в интернете и показывают на федеральных каналах. Однако за демонстрацией силы не последовало демонстрации ума. Российский министр отмахивается от претензий и в ответ обвиняет США и НАТО в военной угрозе, а Украину в попытке возвращения Донбасса. Якобы Россия готовится к защите от нападения, а не сама готовится нападать. Мы взволнованы теми действиями, которые предпринимает украинских границ Россия. Она сосредоточила там столько войск, сколько не наблюдалось за все время начала конфликта в 2014 году, когда произошло первое российское вторжение. Президент Байден четко дал понять, в случае, если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия, придется платить. Будьте уверены, свое слово мы сдержим. Задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной? Ответ очень простой. Мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине в тысячах километров от своей собственной территории, этот вопрос пока остается без ответа. Путин регулярно провоцирует военные конфликты для расширения своего влияния. Снова обострился военный кризис на Кавказе, а теперь и на востоке Украины. Он действительно считает, что Украина как независимое государство не должно существовать. Это не шутка. Он говорил это еще в 2008 году президенту Буша на саммите НАТО в Бухаресте. Он же говорил о том, что половина, цитирую Путина, половина территории Украины прилежит не Украине, а прилежит России. Ну вы думаете, он просто так это сказал? Он пошутил? Он на эти темы не шутит. Он действительно так думает. Только в начале года российская пропагандистка Симоньян посетила Донецк и умоляла Путина забрать его в состав России. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. После этого власти непризнанных республик обвинили украинские войска в артиллерийском обстреле. И на данный момент регулярные войска России уже сконцентрированы на подступах к границам. Уже последовала реакция Запада на российские выпады. Минфин США ввел глобальные санкции против российского госдолга. Он запретил своим компаниям приобретать российские долговые обязательства. Также ввели прямые санкции против 32 лиц и 6 технологических компаний. По подобной схеме проходило недавнее возбуждение многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. Точно так же путинская пропаганда заявляет о претензиях России на Северный Казахстан. Тем более, что мебельный президент Токаев совсем не против аннексии территорий. На этом видео Токаев рассказывает о том, что для него аннексия Крыма. Мухтар, давайте посмотрим. Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине? Я имею в виду аннексии Крыма и войны на востоке страны. Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Вот так, Мухтар, мы считаем, что произошло то, что произошло. А это вот это мнение всего народа Казахстана, либо только Токаева? Ну, произошло то, что произошло. Ну, конечно, поражает его сильная аргументация. То, что произошло, то произошло. Это очень убедительно звучит, конечно. Я могу сказать, что именно агитация, моя в частности, за последние 4 года, интенсивная. Когда действующий режим говорил, что вы что хотите, Майдан? Или пугал, там, говорил, что будет война. И я за эти 4 года провел гигантскую разъяснительную работу. И я уверен, что сейчас большинство четко осознает и негативно относится к тем событиям, которые произошли и в Крыму, и на востоке Украины. Давайте смотреть дальше, Мухтар. У нас есть одно видео, не менее интересное, чем предыдущее, где депутат от Единой России, между прочим, внук Молотова, того самого, который разделил с фашистами Польшу, говорит о Казахстане. Вот давайте посмотрим, что он там говорит. Собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза, ну и так далее. Вот такая история, видите, Мухтар. Короче, все нам подарили и вам подарили. А вы вот как насчет подарка Казахстану от России? Я думаю, что никому нужно просто правильно брать точку отсчета. Они берут удобную цифру и потом его, скажем, эту цифру манипулируют, цифры. На самом деле мы и так же можем говорить, что была Золотая Орда, и, скажем, вся Сибирь не принадлежала, не было вообще, в принципе, России. И вообще, как такого России не было, что это были наместники, которые назначала Золотая Орда, если уж к истории идти. Ну, давайте мы будем ссылаться еще глубже, и тогда от России ничего не останется, кроме Кремля, может быть, и все. Путинское влияние в Казахстане распространяется через Назарбаева и зашло гораздо глубже северных границ. Мафиозные кланы диктаторов намеренно провоцируют межнациональные конфликты, чтобы оправдать усиление своего военного влияния. Вы твердо решили, что режим Назарбаева пора менять? Узнайте больше о демократических программах и организации ячеек на сайте ДВК. Подписывайтесь на страницы 1612 в Телеграм, Фейсбук и Инстаграм. Следите за событиями в стране в реальном времени. Присылайте свои видео Боту в Телеграм или Ватсап. Все ссылки в описании. Вы же понимаете, что работа Комитета национальной безопасности направлена только на то, чтобы защитить режим Назарбаева, преследовав всех тех, кто может так или иначе добиться смены режима Нурсултана Назарбаева. Ну и оперативно, как собака, что называется, которая пользуется для того, чтобы кого-то покусал, натравил. Вот эту роль исполняет, собственно, само Министерство внутренних дел. Министерство внутренних дел – это орган, действующий по приказу именно Карима Масимова. Хотя там есть министр, который отвечает за деятельность Министерства внутренних дел. Ну, в реальности это такой орган, ничего не решающий, без поручения со стороны Карима Масимова. Вот, собственно, поэтому я сегодня говорю о важной роли, ключевой, которой играет именно Комитет национальной безопасности в деле по формированию санкций против Нурсултана Назарбаева. Ну, хотя Карим Масимов широко известен в нашей стране, ну, я думаю, что люди не очень хорошо понимают, что за человек он. Ну, я его знаю с начала 90-х годов, когда он был вообще никому неизвестный человек. И вот такой паренек Карим Масимов, который на чемпиала был торговым представителем в Гонконге, там какой-то период он был в Китае, Сингапуре, работал в пользу Булату Тимуратова, шаг за шагом оказался близким, доверенным человеком, Нурсултаном Назарбаева, Нурсултана Назарбаева и его правой рукой. Ну, конечно же, многие думают, как же это ему удалось? И приписывают ему какие-то супер качества, что он умный, наверное, там, талантливый и так далее. Итак, вот представьте, что такой человек, который реально по, скажем так, протекции семьи Назарбаева, возглавил неожиданно самый крупный банк страны, Сбербанк, затем он был приватизирован в пользу семьи Назарбаева, он его чуть не похоронил, потом становится министром транспорта, вице-премьера, потом выплывает, становится помощником Назарбаева и неожиданно в какой-то момент он становится премьер-министром страны. И вот этот важный момент я хотел бы показать, как он стал премьер-министром страны. Помощник Утимуратова, точнее, сам Утимуратов мне рассказывал, будучи помощником Назарбаева, как это происходило. Это очень важный момент, чтобы вы понимали, кто является правой рукой Нурсултана Назарбаева. Я говорил, что буду вашим верным помощником всегда, какую бы должность я ни занимал. Устанавич, я хочу сегодня еще раз повторить, я по-прежнему ваш помощник, я ваш ученик. Гонконг, приблизительно 2006 год, Карим Масимов вместе с Нурсултаном Назарбаевым, с Дарьгоем Назарбаевой, с Булатом и Тимуратовым поехали в Гонконг. И сидят они вечером, ужиной, ну и, конечно же, традиционно участник этого ужина начинает поднимать тосты в пользу Нурсултана Назарбаева. Ну и когда определенная доза выпитого произошла, Карим Масимов начал произносить традиционные фразы, говоря о том, что он чуть ли не отец Кариму Масимову, что он его уважает, что он вообще любимый вождь и так далее, и так далее. На что подпитый Назарбаев сказал, ну, Карим, эти слова я уже от других слышал тысячу раз, не верю тебе, не верю. Ну, как бы в шутку сказал. И тут происходит невероятное, которое дало мощнейший старт карьере Карима Масимова. Карим Масимов, там на этой встрече присутствовала и его жена тоже, перерезает через балкон многоэтажного комплекса высотного и говорит, если вы мне сейчас скажетесь, скажете, я сброшусь с этого здания и погибну за вас. Ну, тут, знаете, Назарбаев испугался, дарега тоже, скандал, один из его помощников неожиданно может сброситься, и они в панике его затаскивают обратно в комнату. Назарбаев всем разливает и говорит, ну, Карим, теперь я тебе верю, верю в твои преданности. Ну, он чуть не рискнул, чуть не умер. Я необыкновенно горд тем, что вы доверяете мне участвовать в свершении больших дел по развитию Казахстана, нашей страны. На сегодня все. Ставьте лайк и жмите на колокольчик. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!